Стефан, ну ты помнишь фразу из мультика «Свободу попугаем»? Конечно, как ее не помнить, вот же у нас тем более сидят двое. Да, но хотелось бы сказать, что сегодня эта фраза актуальна по отношению к фазанам. Дело в том, что Минэкологии и природных ресурсов выпустили на свободу 500 особей этих птиц. И теперь их можно встретить в Красногвардейском, Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах. Около 500, я уже сказала, да, но хочется вот еще какую интересную деталь заметить, что с 2010 года численность этих птиц выросла до 35 тысяч штук. Наверное, штуками, да. С 16 до 35 тысяч увеличилось их количество. Работа проделана огромная, неимоверная. И теперь эти птицы узнают, выращенные они, кстати, были в неволе для того, чтобы сейчас на волю попасть. И вот сейчас они узнают, какой же цвет у свободы. И знает об этом, кстати, наш корреспондент, который расскажет, как цвет влияет на человека, какую роль в его жизни занимает. Шоколадный, рыжий, блонд, разные оттенки розового. Яна Хаустова с цветом волос экспериментирует каждый сезон. К новым образом располагает творческая профессия и клиенты, которые нередко подхватывают модную волну. Сейчас на пике популярности находятся кислотные всякие оттенки, то есть очень яркие. Также они могут быть и в пастельном варианте, но также и в кислотном. То есть это розовые, зеленые, бирюзовые, то есть голубые. Это очень интересно. Игру цвета можно использовать себе на руку, не только при окрашивании волос. Так, чтобы скрыть возрастные изменения или добавить свежести и совершенства в образе, прибегают к услугам визажистов. Тем более, что лицо – визитная карточка человека и требует особого внимания. А удачно применив блеск для губ или помаду, можно подчеркнуть свои достоинства. Цвет делает лицо более выразительнее. Можно добавить акцент, например, на какие-то части лица, например, отдельно на глаза, отдельно на губы. Это уже по желанию клиента. А также цвета выбираются по цветотипу девушки. Например, цветотип зима, осень, весна. Какой цветотип? Ну, вы, весна. Я думаю, что вам подойдет вот этот блеск. Он идет немножко с розовинкой и придаст свежести вашему лицу. Ну что, давай попробуем меня чуть преобразить цветом. Давай. Ну все? Чтобы определить свой цветотип, нужно обратить внимание на оттенок глаз и волос. У теплых типажей локоны отливают золотистым, у холодных – пепельным. Существуют и смешанные типы, когда сложно определить, к какой группе относишься. Неправильно подобрав цветовую гамму, человек легко может заткнить свою природную красоту. Исправить ситуацию – правильный оттенок. Во-первых, он подчеркнет уже существующие достоинства. И во-вторых, скроет ту часть тела, которой явно не хочется привлекать внимание. А если день не задался и все падает из рук, настроение может поправить удачно подобранный наряд. Новые платья – выигрыш на расцветке. И жизненные тягости даются легче. Ткань, фактура – рекомендации для разных типов фигур. Учитывать нужно каждую деталь. Хотя и тут секрет кроется в нем. В цвете. Фасон не столь важен. Конечно, нужно быть в тренде, нужно одеваться, соответственно, в моде нынешней. Но цвет имеет, наверное, самое важное значение. Потому как какой-то цвет нас может сделать угрюмыми, невеселыми, даже придать возраста. А какой-то цвет может нас освежить, омолодить, придать нам настроение и сделать нас заметными в толпе. Помимо внешнего, цвет влияет и на психику человека. Замечаем мы или нет в конкретных ситуациях, тянемся к определенным оттенкам. Цвет очень сильно влияет на человека. И есть целые работы, психологии, посвященные психологии цвета, которые помогают нам понять, где какой цвет, каким образом, как влияет. Ну вот, например, вы сегодня в красном. Вот у вас какое сейчас настроение? Активное и бодрое. Активное и бодрое. Вот очень часто красный цвет – это как раз-таки символ активности, настроения. Это символ такой целеустремленности. Синий – самый теплый. Желтый – цвет радости и аппетита. А розовый оказывает эффект лучше успокоительного. Многие люди нарочно окружают себя вещами зеленого цвета. Он хорошо стимулирует работу мозга. Как говорил швейцарский врач и психолог Макс Люшер, «Покажи мне свой любимый цвет, и я скажу тебе, кто ты». Ирина Берилюк, Руслан Хохлов. Утро нового дня.